Здравствуйте! Вы смотрите программу «Тема дня» в студии Максим Алиев и сегодня у нас в гостях директор Центра спортивной подготовки Тимур Зармяков. Здравствуйте, Тимур Анатольевич! Здравствуйте! Зима у нас выдалась малоснежная, достаточно теплая, по крайней мере, ее начало. Тем не менее, лыжный сезон у нас впереди, поэтому я предлагаю сегодня поговорить о том, как его встречает наш Центр лыжной подготовки Курган. Ну, зима на самом деле доставляет множество хлопот, хотя буквально, если мы вспомним, несколько лет назад история была похожа, и мы Новый год встречали без снега, поэтому, конечно, лыжный сезон немножечко сдвинулся, но я очень надеюсь, мы мониторим прогноз погоды и надеюсь, что будет в ближайшее время все-таки снежный покров ляжет плотно, устойчивый. Хотя я вам скажу, несмотря на вот эту вот непогоду, которая сейчас у нас в городе, на сегодняшний день на Кургане люди катаются на лыжах, то есть, в принципе, уже вот есть минимальный покров, который позволяет нашим лыжникам выйти на тренировки. Чтобы не быть голословными, я предлагаю посмотреть сюжет, который мы подготовили. Наша съемочная группа съездила как раз на Курган и посмотрела своими глазами о том, то, как он модернизируется. Я предлагаю посмотреть сюжет. В жизни спортивного комплекса начался самый интересный этап – соревновательный. Любители и профессионалы продемонстрируют умения и навыки, которые они отточили на нескончаемых тренировках. Предстоящие соревнования потребуют выложиться, что называется, по полной. Это и чемпионат России по триатлону, и соревнования Северо-Западного федерального округа по биатлону и лыжным гонкам. Подготовка к соревнованиям ведется уже с лета, осени. И я надеюсь, что нам удастся на высоком организационном уровне провести эти мероприятия. И спортсмены, которые представляют сборную команду Республики Карелия, в домашних условиях покажут высокие спортивные результаты. В амбициозных планах не только победа на соревнованиях, но и модернизация спортивного комплекса. В будущем на Кургане спортсмены смогут тренироваться круглый год. Несмотря на то, что сейчас идет только разработка единого подхода к этому проекту, идея, с чего начать, уже есть. При реконструкции биатлонного стрельбища осуществить демонтаж, перехватав пуль, но при этом, сохранив безопасность биатлонного стрельбища, вот за этим сразу открываются потрясающие перспективы. Речь идет в первую очередь о возможности проведения соревнований всероссийского и межурного уровня. Но и в этом году Курган тоже обновился. Появились трибуны, а вскоре для безопасности будут установлены ограждения и входные группы. Спортсмены разрезают снег лыжами не только на расширенной трассе, но и хорошо освещенной. С каждым годом у карельских спортсменов появляются все больше условий и возможностей, чтобы стать олимпийскими чемпионами. Марат Дажедаев, Владислав Будников, Служба новостей. Тимур Анатольевич, ну мы видим, что центр Курган развивается, модернизируется, становится лучше. Но становится он ли лучше для тех, кто хочет там просто отдохнуть, по привычке приготовить шашлык, прогуляться с детьми? Будет ли он чисто спортивным или все-таки станет и досуговым? Частично хотя бы. Хотелось бы как-то вот к общему удовлетворению какой-то найти единый подход, который бы позволил с одной стороны заниматься спортсменом, а с другой стороны тем людям, которые бы хотели провести свое время на Кургане, сделать свой досуг безопасным в первую очередь. Потому что, ну, ни для кого не секрет, и в прессе очень много говорилось в последнее время, что сейчас очень серьезно ужесточилось требование к постановлению правительства 353, которое еще было в 2014 году издано, ну, вот активно стали его муссировать в прессе именно в этом году. Так вот, это постановление нас, как руководство Центра спортивной подготовки, обязывает принять определенные меры для безопасного проведения мероприятий спортивных на территории нашего комплекса. Не только Кургана, но и других. И одним из самых серьезных требований – это необходимость монтажей появления забора. И вот здесь как раз и возникает проблема, что, с одной стороны, люди бы хотели иметь свободный доступ на территорию объекта, с другой стороны, постановление нас обязывает ограничить этот свободный доступ. Поэтому споров очень много, очень много встреч и со спортивной общественностью, и просто с людьми. Но мы понимаем, что, оградив территорию, мы не запретим доступ на объект. У нас, наверное, каждый, заходя в квартиру, заходит через дверь. Редко кто залезает в окно. Поэтому, имея огражденную территорию, мы можем организовать нормальный въезд транспорта и личного, и служебного, если понадобятся какие-то для проведения мероприятий. И также любой горожанин сможет, приехав на своей машине, а это все-таки объект находится рядом, прямо на территории города, но, тем не менее, подъезд один и с другой стороны не подъехать, спокойно оставив свой автомобиль на стоянке, выйти прогуляться с ребенком, позаниматься спортом. Поэтому в этом плане я бы не стал создавать каких-то проблем. Я думаю, что это проблема надуманная. А что касается досуга, то некоторые немножечко понимают под досугом, не совсем то, что связано со спортом, да, или с физкультурой, или с какими-то оздоровительными мероприятиями. Пожарить шашлыки, позагорать. Мне кажется, у нас на территории города и рядом с Курганом достаточно количества площади, территорий, объектов, которые позволяют спокойно размещаться и заниматься любимым делом, или просто отдохнуть. Все-таки давайте говорить о том, что это республиканский спортивный комплекс. Это комплекс, на котором готовятся спортсмены и наши будущие чемпионы. Я правильно понимаю, что пока, по крайней мере, возле реки забор не появится? Он появится с другой немножко стороны? Пока мы планируем такое постепенное, поэтапное строительство со стороны Комсомольского проспекта. При этом мы много раз говорили о том, чтобы людей не поставить в условия, когда вот в одночасье он не может пройти на территорию. Ведь ни для кого не секрет, что народ уже давно протоптал тропинки. Вот как бы то ни было, есть несколько входов со стороны Комсомольского. Мы планируем основную территорию закрыть забором, но со стороны остановки Кургана и со стороны церкви, которая вот Литеранская находится рядом с нашей территорией, вот эти места, эти тропинки, оставив проход в заборе для того, чтобы люди могли беспрепятственно проходить на территории объекта. То есть это как бы такой будет подготовительный этап для того, чтобы мы понимали, мы все равно обязаны оградить свою территорию, мы будем это делать, мы вынуждены для того, чтобы отвечать тем современным требованиям, которые от нас требуют. А для того, чтобы не ограничить доступ людей, мы сделаем определенные условия для того, чтобы люди могли спокойно заходить и не испытывали никаких неудобств. И один из главных вопросов, который волнует людей, будет ли вход платным, если сделают заборы, поставят калитки? Вход не будет платным. Возможно, будет предусмотрено как оказание платных услуг. Но над этим очень-очень серьезно стоит еще подумать, потому что, на мой взгляд, предлагая какую-то платную историю, мы должны четко для себя понимать, что что-то должно быть аналогично и бесплатно. То есть если мы говорим о какой-то платной парковке, то мы должны предоставить людям бесплатное место. Мы должны дать возможность человеку выбрать. Да, возможно, удаление парковок будет на каком-то расстоянии. Возможно, те, кто будет пользоваться платными услугами, туда будут входить какие-то дополнительные преимущества. Может быть, это будет сауна, душевые кабины. То есть мы это все просматриваем, потому что инфраструктура развивается, и у Кургана большое будущее. И ведь ни для кого не секрет, что рядом с территорией Кургана уже давно запланировано строительство крупной арены. И, возможно, это все можно будет объединить в единый кластер. Потому что, разговаривая со специалистами, с людьми, которые приезжают к нам с других территорий, я понимаю, что расположение территории Кургана по-своему уникально. Это огромный перспективный объект, который находится в центре города. Доступность шаговая. Перспективы проведения крупных российских и, так немножечко хотелось бы заглянуть наперед, международных соревнований, она есть. Да, для этого потребуется время, для этого потребуется достаточно серьезное финансовое вложение. Но вот у нас следующий год, это уже этап строительства второй очереди. У нас появилась гостиница. Есть возможность переехать на сборы, разместиться на территории Кургана, жить тут же у себя на этой базе, тренироваться, готовить лыжи. То есть вот вся инфраструктура создается. Поэтому, повторюсь, у Кургана большое будущее. Я в это верю и я на это очень надеюсь. Что ж, будем надеяться, что и большое будущее есть у наших лыжников с таким модернизированным центром. Спасибо вам большое. Время нашей программы подошло к концу. Спасибо. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова